Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позиции в студии Юрий Борьевич. По случаю Международного дня дизайна 27 апреля в Харьковской государственной академии дизайна и искусств прошел ряд мероприятий. Участниками Международного дня дизайна стали представители профильных учебных заведений из Харькова, Киева, Херсона, Львова, Хмельницкого и Днепра. У нас в гостях сегодня председатель Харьковской организации Союза дизайнеров Украины Владимир Погорельчук. Здравствуйте! Мы поговорим с вами и о дизайне, и о том, что было вчера у нас в Харькове. Какие мероприятия прошли вчера в Академии дизайна и ваши общие впечатления о вчерашнем мероприятии? Ну, вчера замечательный солнечный день был, нам повезло с погодой, и я думаю, что этот день как раз символичен, очень он благоприятствует и развитию дизайна в целом. Харьковская Академия дизайна и искусств – это старейший вуз 95-летия, недавно мы отпраздновали, с огромной историей, с хорошими традициями. И как раз это кузница кадров, дизайнеров практически для всей Украины и даже для зарубежных, потому что многие наши выпускники успешно работают за рубежом. Это не показатель того, что, допустим, они уехали с родной земли, а показатель того, что уровень образования достаточно высокий, они могут конкурировать с зарубежными дизайнерами. В рамках как раз этого праздника, вот вчера был и День улицы, и различные мастер-классы, также проводились на территории улицы искусств, которую недавно мы общими усилиями переименовали, дали ей новое название и новую жизнь, связанную с искусством, с дизайном. И вот вчера состоялся такой праздник дизайна, где в каждом корпусе Академии дизайна искусств демонстрировались работы студентов, также работы выпускников. Был праздник на улице, праздник мастер-классы проводились, каждая кафедра выставила на улице свои достижения, скажем так, для того, чтобы жители города и гости могли увидеть, чем живет Академия, какие мероприятия, ну и чтобы все соприкоснулись. А вот гости, которые приехали к вам из других городов, как они восприняли и уровень организации, собственно говоря, с чем они приехали, с чем пожаловали на Харьковскую семью? К нам приехали из Англии, из английской школы представители, был мастер-класс в Академии, также была турецкая делегация, были перед этим чуть раньше гости из Литвы, ну и, как вы говорили, со всей Украины. Им многие работы понравились, потому что, когда мы проходили там, они фотографировали, я думаю, что повезут информацию о нашем вузе, о нашем городе и позитивные впечатления повезут к себе на родину. И хочу сказать, что еще английская делегация уже второй раз у нас, и они очень заинтересованы в сотрудничестве. Как раз вот эта акция Start Fashion, которая проходила также в рамках Дня дизайнера, вот, это как раз вуз, который занимается именно их специализацией, это мода. Ну вот, давайте поговорим о том, насколько, как вы оцениваете, во-первых, уровень профессионализма украинских дизайнеров, и раз к нам приезжают гости из зарубежья, из Англии, которая, в принципе, является таким европейским, одним из европейских центров дизайна, самого различного, дизайнер архитектуры, дизайна, фэшн-дизайна и так далее. Насколько мы можем конкурировать с нашими европейскими коллегами? Я думаю, что вот уровень образования именно в Харьковской школе дизайна позволяет конкурировать, потому что многие наши выпускники работают в таких известных компаниях, которые знают все, Рено, например, потом, допустим, наш выпускник Дзюбаиров получил на Франкфуртском автосалоне, но это было в 2011 году, концепт Мазерати, он проектировал, он был выставлен на Франкфуртском автосалоне. Ну и многие другие работают... Это выпускник, вот конкретно я назвал фамилию, вот сейчас Павел Ислямов работает в Бухаресте, в концерне Рено. Суть, что уровень образования позволяет нашим выпускникам конкурировать с зарубежными дизайнерами. Недавно приезжали также известные итальянские дизайнеры, вот, Лучо Дота, Данила Турата. Ну, это заслуга, скажите, это заслуга именно самих студентов, выпускников, людей, либо все-таки заслуга еще и преподавательского состава? Естественно, это заслуга преподавательского состава, потому что все мы понимаем, что, допустим, можно учиться самому, но это достаточно так будут несистематизированные знания, вот, разрозненные. Важно вот именно находиться в среде, как раз обучение, это сравнение своих работ с работами своих товарищей. И как раз в этом и заключается образование, чтобы постоянно сравнивать себя. Но и образование, оно не заканчивается стенами вуза. Вот у нас как раз в Академии поддерживается и разработана такая программа от лицея, и дальше мы стараемся не терять связь с нашими выпускниками. И вот как раз Союз дизайнеров, он помогает объединить, в том числе и выпускников нашей Академии. И мы все время сравниваем. И вот в том числе, вот вчера было открытие выставки, посвященной Дню дизайнера, выставки членов Союза дизайнеров Украины, Харьковской области. Вот, и представлена именно работа практикующих дизайнеров, которые работают сегодня, сейчас, вот в таких условиях. И мы видим вот эту вот цепочку от лицея и дальше уже непосредственно. Праздновать Дня дизайна не закончилось вчера, оно продолжается и сегодня, вот 29 и завтра продолжится. 29 до 28, 29 апреля в Харькове состоится международное мероприятие Харьков Фэшн. Вот скажите, это окно в мир моды, дизайна, стиля, знакомство с новыми именами, площадка для поиска инвесторов, либо просто культурно-массовое мероприятие для всех желающих харьковчан посмотреть, насколько наша мода, она соответствует мировым трендам? Это, я считаю, что это всеобъемлющее мероприятие, которое позволяет людям и посмотреть, и соприкоснуться с миром моды. И в то же время это очень важно для Харькова, для страны мероприятие, потому что у нас огромный потенциал творческий, который мы где-то не до конца используем. Это позволяет и найти инвесторов, и любое мероприятие, которое проходит во всем мире, в области дизайна и в области культуры, во всем мире есть национальные программы развития дизайна. Мы знаем, что сейчас наступило такое время, когда нас окружают везде предметы дизайна, и очень сильная конкуренция между производителями, и поэтому должен быть максимально лучший дизайн, потому что только хорошая продукция с точки зрения дизайна, она конкурентно способна. Но это путь прямой к развитию экономики страны в том числе. Ну вот скажите, какие тренды мирового дизайна, если мы говорим о минимализме, что-то еще, что сейчас в моде в целом, потому что дизайн не ограничивается только одеждой, обувью, предметы интерьера, и сам, собственно говоря, интерьер, и архитектура, и так далее. Это широкое, конечно, понятие, в рамках программы мы не осветим. Потому что да, более узкие есть вещи, но, допустим, в средовом дизайне, в средовом проектировании мы понимаем, что время диктует, и сейчас вообще очень важна экология, экологическое мышление. Мы видим, во всем мире это уже существует, даже это на бытовом уровне. Вот люди стараются меньше потреблять для того, чтобы экономить энергоносители, бережное отношение к природной среде, бережное отношение к производственным мощностям. И поэтому сейчас вот такой экологический, я бы сказал, минимализм, он моден в средовом проектировании. Но даже это не мода, это дань времени, это разумное существование. Ну вот в 60-х годах прошлого столетия тоже была дань времени, и Никита Хрущев посмотрел на некоторые там здания, сказал, что нам нужно все это убрать. И вот было там постановление о том, чтобы убрать излишества в архитектуре. И не только излишества убрались в архитектуре, убрались они и в одежде, убрались и в быту, и поэтому такая серая-серая масса. На сегодняшний момент, как вы оцениваете перспективы дизайна? Потому что как-то эпоха вроде бы и масс-культура. С другой стороны, каждый хочет выделиться чем-то, быть индивидуальным. Вот роль дизайнера в современном обществе. Роль дизайнера велика, потому что, ну, я уже сказал, что любой предмет, которым мы пользуемся, все, что нас окружает, это, в общем-то, над ним должны работать дизайнеры. Потому что, ну, каждый из нас заниматься должен, сейчас наступило время профессионализма, и поэтому должны заниматься этим профессионалы. Потому что, если, например, раньше там, когда, ну, мы вспомнили советские годы, если был, ну, сразу же фильм с легким паром, все вспомним, да, раз мы сказали о том, о одинаковых домах, не было, нужно было функциональные потребности удовлетворить людей. Поэтому, по сути дела, не было жилого интерьера. То сейчас наступило другое время, время эмоций. Проблема выбора стала реальной. Мураловый дом, да, какой-то там рисунок большой, как это я не помню, называется. Да, 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 вот-вот. И в Киеве даже карту составили вот этих вот изображений на больших зданиях, да, где каждый может, уже мы каким-то образом выделили отдельный район, отдельный дом, он приобрел какую-то свою индивидуальность, свое лицо. Совершенно верно. Дело в том, что, допустим, важно, ну, важно очень в любом деле, важно очень так, дифференцированно относиться к этому, и как у дизайнера, как у врача, не навредить. Потому что мы понимаем, что, допустим, если вы вспомнили Хрущево, когда там, допустим, что называется, нужно вдумчиво относиться вообще к среде, бережно относиться к тому, что нас окружает. И если тогда, допустим, для того, чтобы удовлетворить потребности функциональные, строили одинаковые дома, не заботясь о архитектурном облике городов, однотипные дома, то сейчас вот с помощью, как раз пытаются с помощью муралов, с помощью искусства, такие депрессивные районы, их как-то придать им жизненную силу, оживить. Ну, это очень важно, это очень хорошо, я считаю. Но только все должно быть правильно сделано, профессионально и, скажем, в нужном месте, в нужное время. Здесь тоже должны быть взять профессионалов, а не просто отдать ребятам, которые бы разукрасили баллончиками. Да, и важна именно концепция, для чего и зачем это делается именно в том месте. Вот у нас недавно прошла акция, мы совместно с известным харьковским предприятием Турбоатом провели, они предоставили нам свою площадку для творческих экспериментов. И тем самым вот заводские корпуса, такие вспомогательные, которые выходят на Московский проспект, вот они там сделали наши выпускники, студенты и под руководством преподавателей, вот росписи, которые сейчас вот как раз можно увидеть, но они несут в себе смысл, именно, что это завод, завод действующий, который работает, и там вот как раз... Но это не просто серое промышленное здание, да? Это не просто серое промышленное здание, оно, в него вдохнули жизнь, и вот эти корпуса, они сейчас рассказывают о том, о тех процессах, которые происходят на заводе. И они более интересные, яркие, создают определенную среду. Если вернуться к тем процессам, которые проходят в фэшн-индустрии, вот наши национальные фэшн-бренды начали продавать свои продукции за рубеж, в том числе в ЕС, по оценкам самих украинских дизайнеров, сейчас в ЕС продается продукция около 20 фэшн-компаний. О масштабах говорить сложно, в крупных масштабных проектах, но присутствие растет. Как вы оцениваете перспективы выхода на европейский рынок, украинская мода, украинских дизайнеров, может быть и только одежда, в том числе и дизайн интерьера, и все, что связано с этим? Я думаю, что необходимо, просто необходимо выходить на внешний рынок, и сейчас радует то, что такой подъем национального движения. Но национальное движение не в том, чтобы, допустим, если там одел национальную одежду, а нужно стремиться в будущем на основе тех мотивов, вот если мы говорим о фэшн-индустрии, вот какие-то идентификацию национальную, ее подчеркнуть и в предметах, в одежде. И это мы уже говорили о том, что это путь к развитию экономики, это как раз невозможно бесконечно продавать природные ресурсы, все остальное. У нас огромный потенциал, талантливые люди очень, весь прекрасный вуз, который готовит профессионалов. Просто необходимо вот постоянно вот такие проводить мероприятия. Я думаю, что то мы выйдем, и сейчас как раз многие наши дизайнеры выходят на внешний рынок, и в том числе в фэшн-индустрии. Ну, знаете, нет пророков в своем отечестве, но за рубежом знают о наших дизайнерах, даже знают о нашей фабрике, потому что отшивают это все у нас в Украине за рубеж. Украинские дизайнеры не по карману нашим соотечественникам, или почему в нише масс-маркета украинские дизайнеры здесь, нашего украинского масс-маркета, они слабо востребованы сегодня. Это тоже экономическая ситуация в стране, у людей нет средств, либо неблагоприятность, либо отсутствует какие-то льготы, для поддержки, чтобы они смогли выходить на рынок именно украинский, внутренний. Дело в том, что, скажем так, что единицы, единичные предприятия, которые сейчас работают, такие крупные, если раньше дизайн был, ну, было развито производство, скажем так, и производство именно такое промышленное, которое создает какой-то продукт, вот это, допустим, не перегонка нефти или вот такие вот, а там, где необходим продукт. Поэтому была востребованность именно в предметном, в промышленном дизайне. Сейчас это все возрождается, но просто немножко по-другому. Сейчас другое время, немножко по-другому. У нас масса предприятий различных, которые уже научились работать, и вот как раз наступило время, когда дизайнеры могут себя проявить именно в таком ключе. Нужно не обязательно вот какие-то глобальные проекты. Можно начать с малого, что называется, себя. Проектировать для людей какие-то предметы, которые там, быта, мебель, то же самое. И у нас специалисты уже вот неоднократно ко мне обращались, люди, которые умеют что-то делать. У них хорошее оборудование. Они говорят, дайте нам дизайн конкурентно способны, потому что уже сами устали копировать. В конце концов, у нас есть потенциал, мы можем что-то проектировать, создавать то, что... Напомню нашим телезрителям, что завтра у нас придет последний завершающий день, который завершит празднование дня дизайна, 29 апреля. Расскажите немножко конкретнее, где это будет происходить? Это последний вопрос. Это улица искусств, бывшая краснознаменная, где находится Академия дизайна искусств. Три корпуса вот на этой улице будут происходить. Но сейчас, вчера был самый первый день, а сейчас это будет в Харьков-Паласе, основные мероприятия, посвященные моде. Спасибо большое. Я еще два слова хотел буквально сказать, что не только предметно, и это важно еще и графический дизайн, в том плане, что сейчас мы видим, что, допустим, плакаты, они имеют такую же силу, как оружие. Ну, информационная война, как оформлен твой сайт, даже по большому счету, насколько будет посещение, насколько будет, та информация будет доноситься до потребителя конечного. Поэтому дизайн везде. Дизайн везде, дизайн во всем, да. Спасибо большое. У нас в гостях был представитель Харьковской организации Союза дизайнеров Украины, Владимир Погорельчук. Я же прощаюсь с вами. До следующего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова